Понятно, значит, можно задавать следующий вопрос. Нас спрашивают, что мы Марата не кормили. Марата, мы накормили. Да. Нас, извини, пожалуйста, что мы тебя перебили. Дело в том, что у нас Марат Арс, он приехал вечером из аэропорта. Собирался, все время собирался поесть, он был голодный. В итоге голодный отрубился, голодный лег спать. И в течение дня он не нашел места, где поесть. И голодным отвел ивент. Потом, слава богу, мы его пошли и накормили колбасами. Ну и чтобы, да, не спрашивали потом, как прошел CG Space 3. CG Space 3 прошел офигенно, прекрасно. И всем огромное спасибо за прекрасное настроение. Но когда Марат серьезным лицом, там, такие перла, то просто весь зал лежал, это было прекрасно. Просто я советую каждому послушать то, как Марат рассказывает про работу в Китае. Это непередаваемое ощущение. Спасибо, Андрей. Да, да, да. Шикарно было, да. Это было нечто. Алис, прошу, следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Не знаю, про концепт сейчас спросим. Спрашивает, востребован ли концепт на рынке. Я слышал, что концепт художников очень много и трудно найти работу. Так ли это? Ну, я как бы... Я мониторингом рынка не занимаюсь, конечно. Вот. По ощущениям своим. По ощущениям. Ну, если сравнить, например, ситуацию, которая была там 7 лет назад или 6 лет назад, то понятно, что сейчас, конечно, все как бы тяжелее стало. Потому что сейчас намного больше вообще, несоизмеримо больше людей этим занимаются. И поэтому... Поэтому конкуренция как бы возросла. Ну, хорошие специалисты, я думаю, они всегда себе применение найдут. То есть, я думаю, если портфолио сильное, еще если есть опыт, как бы, и вы можете качественно решать и быстро задачи, и понимаете, что от вас требуется, можете хорошо коммуницировать с артдиректором. Ну, тут просто еще такой вопрос. Даже если ты очень крутой дизайнер и художник, с тобой еще должно быть, как бы, легко работать. Вот. Чтоб с тобой хотели работать люди. То есть, это тоже, как бы, довольно-таки важный момент. Да. То есть, если хорошее портфолио, думаю, найти работу нетрудно. Даже без опыта. Окай. И все такое. Ну, знаешь, как это нет стоп-соп на этом стриме, поэтому у нас так это... О, ой. Хорошо. Ну, там, там. Я просто не знаю, как это сказать, что, типа, прекрасно, хорошо, переходим к следующему вопросу. Да. Комментировочка тебя спрашивает, есть ли работа от пятна. Если да, покажи самую работу и кратко за две минуты сам процесс работы. Работа от пятна. По-моему, это была работа от пятна. Сейчас, сейчас, момент. Сейчас повыключаю все это. Вот. Ну, собственно, я бы сказал, что это пятно. То есть, как бы, у меня был такой скетч, очень такой мыльный, как бы. Ну, можно сказать, пятно. Ну, похоже на пятно вообще? Весьма. Да, вот. И потом с этого пятна я начал... Блин, тут, правда, нет... Блин, тут сразу уже, как бы... Ну, в общем, с этого пятна я как-то выдрочил вот это. И потом я вот пошел и сделал так. Да. Ну, вообще, от пятна... От пятна это интересная тема, мне кажется, для иллюстраций. Потому что с пятнами, как бы, очень хорошо с композицией работать. А в иллюстрациях композиция, как мне кажется, такой довольно-таки важный момент вообще. Вот. То есть... Да, пятно это... Это сила. Пятно это сила. Угу. Окейшки, хорошо. Так, слушай, тебе на самом деле тут простыню целую написали просто по вопросам. Да. Давай, давай, заряжай. Заряжай. Ну, сейчас Алиса зарядит, я думаю. У нас мы так чередуем. Хорошо. Так, ну, это я думаю, мы не будем задавать вопрос. Ну, что, задавайте все. Нет, мы вроде как не особо хотели на эту тему задавать вопросы. Мы договорились об этом перед... Перед фильмом. Я понял. Да. Тем более, ты от него, отчасти, кстати, ответил. Пользуешься ли ты какими-нибудь утилитами, помогающими рисовать? И, ну, расскажи немножко про софт. Я так понимаю, в основном пользуешься только фотошопом? Или бывает там в алхимию зайдешься, брашем поиграешься, еще что-нибудь? То есть, вообще-то 95% это фотошоп. Я бы даже сказал 99%. Вот. Ну, и при этом я даже в фотошопе как бы не очень хорошо разбираюсь. То есть, я знаю, как там трансформ какой-то сделать. Но там просто, ну, есть же умные люди, которые там вообще невероятные штуки там со слоями творят. Я помню, Джамма как-то показывал там вообще такие вещи страшные, которые он там вытворял. И, блин, а о чем я вообще говорил? Про что? Ну, хочешь, я повторю просто тебе вопрос? Про утилиты, которыми ты пользуешься, и программы. Я так понимаю, что в основном это фотошоп. Ты говоришь, 95%. Короче, да, я включил фотошоп, я рисую. У меня практически везде вообще там, ну, все на одном слое. То есть, я постоянно все сливаю. И, да, вот так, да. Ну, то есть, не использую я там утилиты. Ну, то есть, как был фотошоп, в каком виде он к тебе пришел, в таком виде ты и работаешь с ним. Да. Так, ну, ладно. Следующий вопрос. Ну, любопытный вопрос на личную тему. 1-2-3 спрашивает, слышал, что ты сейчас в отпуске. Планируешь так часто и много стримить после того, как он закончится или нет? Да, я всю дорогу стримлю. Я, ну, в отпуск. Отпуск у меня был, кстати, замечательный. Я просто прессовал каждый день. Да, я планирую стримить после работы. Просто я буду чуточку меньше стримить, чем во время отпуска. Вот. Так что, конечно, конечно, да. Шикарно. Да. Прямо. Почему вот ты так быстро отвечаешь на вопросы? Я не успеваю прочитать и выбрать следующий интересный вопрос, который не стыдно было бы задавать. Я могу вообще растягивать на полчаса, если можно. Можно и нет. Но у нас есть час, поэтому... Да. Как раз два вопроса успеешь ответить. Окей. Ант спрашивает. Хороший вопрос. Да. А вот... Ну, хорошо. Ну, нет. Как тебе угодно. Выбирай. Ну, просто пока мы недалеко отошли от ПО, я хотела спросить... Да. Всегда ли ты пользовался лицензионным ПО? И как ты относишься к трофейным программам? Ну, вот такое движение бровками. Такой вопрос как бы. Ну, как сказать? Если тебе там 17 лет и у тебя бюджет в месяц, там, я не знаю, 100 гривен, короче, это стипендия твоя студенческая, то я не знаю, как там пользоваться лицензионным ПО. Я просто не представляю себе, как это совершить. Вот. Поэтому... Ну, я считаю так. Пока ты учишься, пока у тебя нет денег, то, в принципе, можно немножечко... Немножечко. Вот. А сейчас-то да. Я сейчас пользуюсь лицензионным ПО. Да. Угу, да. Хорошо. Вопрос от Анто. Я очень хотел его задать безумно просто. Игорь, занимался ли ты вовремя обучением копированием работ мастеров? И насколько важно, на твой взгляд, делать такие стадики художнику, который занимается самообучением? Да. Во время обучения. Во время. Да, конечно, конечно. Нет, я понимаю, у меня просто немножко бомбит в последнее время, мне прошу прощения. Конечно, дело. Это вообще очень клевая тема, потому что на самом деле, мне кажется, они изучали это как-то глубже, чем мы вообще это делаем. Вот, я помню, стрим Самарского был, он там про передвижников рассказывал, что они там уже в 12 лет или в 11 рисовали там лошадей, короче, вообще разбирались во всем этом дерьме. И я думаю, блин, да я бы сейчас лошадь не нарисовал. Если я попробую нарисовать лошадь, у меня получится собака по-любому, потому что это весь мой жизненный опыт вообще с животными. Это собаки кругом. Вот, у меня отец был охотник, и он какое-то время, слава богу, он теперь рыбак, он разводил этих собак, значит. Вот. А мы тогда жили в однушке вообще, там я, папа мой, значит, мамка, короче, две собаки, и у них еще по четыре щенка, и я там как Маугли с этими собаками шваркался, в общем. Да, это, ну, возвращаясь к вопросу, я считаю, что это очень-очень клевая штука, потому что у них очень-очень хорошее решение, и там очень много, очень много они интересных композиций используют особенно. Я делал такие стадики, и насколько это важно, я бы не сказал, что это дело первой важности, как бы, именно заниматься вот стадиками по старым мастерам. Ну, вообще, надо, надо, как бы, понимать, что такое стадии. То есть, есть, как бы, такой момент, вот у вас работа мастера, Вот. И вы, например, это, это, это мне Антонин Джонсон сказал. Я был у него на, на Лерн Скварт, на курсах, значит. И что вообще подразумевает под собой, как бы, стадия? То есть, обычно, что мы видим в скетчбуках, там, или где выкладывают люди, это просто вот, есть работа мастера, и человек начинает ее просто копировать там, да? То есть, он, он взял ее и перерисовал. Но, но это не совсем стадия, это, как бы, ну, наверное, многие уже это понимают и слышали эту историю. Это на самом деле просто копирование. То есть, что вы сделали, по сути, вы просто скопировали, сделали реплику вот этой работы мастера. Но, как сделать не копию, а как сделать стадик? То есть, вам нужно вообще взять вот эту, вот эту работу, и нужно ее анализировать. То есть, посмотреть, ага, короче, сделать несколько таких, как бы, стадишотов. То есть, посмотреть, ага, у этого черта, значит, вот такой шейп. Он, этот шейп очень-очень сексуальный. Ну, в плане, красивый, сочный шейп. Посмотреть, там, что тут еще есть. Ага, у него, короче, он, он решил там, например, для лица использовал там. Такое освещение. Вот тут у него под носом темно. Вот тут у него темно, короче. И вот тут под скулой у него темно. И ты такой, ага, я эту тему выкупил, значит. А теперь смотришь, и такой, а, тут еще композиция есть. Вот это фрейм. Вот это там какие-то гайдлайны. И он расположил там очень грамотно вообще по массам шейпы на кенвасе. И это у него очень круто получилось, потому что иногда бывает там, например, композиционный прокол. Взял такой фрейм, а чувака нарисовал как-то, как-то вот так. И он очень как-то неудобно себя в этом фрейме чувствует. Он тут касается там краев рамочки. Он здесь, короче, там плохо ему. Он как в клетке, там ему плохо. Вот. А ты себе посмотрел и выкупил как бы эту тему. То есть надо структурировать, как-то анализировать эту работу. И выкупать там всякие штуки. То есть, может, я бы даже сказал меньше рисовать, а больше смотреть и думать. И задавать себе вопросы. Почему он как бы решил вот так эту задачу. Почему он здесь там такую композицию, такое освещение использовал. И так далее. Вот. То есть, это как бы более такой конструктивный и более осмысленный подход к стадии. Потому что если вы будете делать это, если вы будете делать мастер-стадии вот таким образом, возможно, вы что-то там и поймете. Возможно, вы что-то научитесь. Но в основном у вас будет расти скилл копирования больше, чем понимание вот всех вот этих как бы нюансов, которые находятся здесь. Вот. Поэтому это важно и это очень хорошее упражнение. Но к нему нужно подходить как бы вот так. Я бы сейчас мог, наверное, показать, какие стадики делал, если это уместно. Это уместно вообще? Я думаю, да, почему нет. Ну, то есть, у нас спокойно есть еще 50 минут, практически час. Хорошо. Ты можешь сейчас показать? Да, я просто быстренько сейчас в свой скетчбук сюда забегу. Вот. Собственно, какие я стадики делал? То есть, вот, например, я брал вот эти слепки, чтобы разобраться в строении формы головы. Но я как бы не просто брал и копировал вот эту картинку, как иногда делают. Вот взял... Я это делал. Я раньше это делал. Но я, наоборот, пытался разобраться с пропорциями. Я пытался разобрать, как плоскости размещены, где острые углы, где получаются падающие тени, где глубоко, где как бы форма выдвигается вперед, где она выдвигается назад. И пытался все это структурировать, понять какие-то вот ритмы черепа, как бы какие-то самые темные зоны там при каком-то общем освещении и так далее. И когда ты делаешь, допустим, 5 таких шотов, потом ты как бы сворачиваешь все эти рефы и делаешь маленький тест. То есть я... Кажется, я на каждый вот этот как бы подход... Делаешь там 5 подходов, например. Я на каждый этот подход там порядка 20 минут тратил и потом делал тест. То есть без каких-либо рефов рисовал как бы... Чтобы закрепить эти знания, рисовал просто из головы черепушку. Вот. Потом я как бы тоже по освещению лица тоже сделал как бы 5 подходов и тоже как бы быстрый вообще тест. Вот. И вот тут дальше тоже такого типа стадики. То есть это у меня просто было вот... Когда я в голове разбирался, пытался понять, что происходит. Вот тут, например, обороты головы относительно туловища. Тоже важный момент. Всякие вот такие штуки. Да. А, это уже... Это уже на то. Вот. Ну, походу, да. Все, да? Ну, то есть можем продолжать ставить. Да, да, да. Хорошо. Так, секундочку тогда. Да, сейчас посмотрим, что у нас тут интересного. Кстати, да. Не раз поднималась тема насчет твоего самостоятельного проекта Field of Thorns. Ребята очень интересуются, как можно следить за новостями об этом проекте, то есть отдельно. То есть сейчас сайт у тебя лежит твой. Да. Я видела ответ, я не буду его цитировать. Вот, да. То есть, в общем-то, я так понимаю, что в основном вся твоя информация сейчас у тебя только на странице. То есть у тебя нет паблика отдельно под него, у тебя нет даже отдельного паблика под твои рисунки, например. Это все в процессе. Ну, просто реально вся эта движуха очень-очень медленно двигается, потому что ну, как бы в целом немного времени у меня остается на это все. И ну, я вообще не буду там говорить о планах своих, потому что лучше раз показать там, чем сто раз рассказать. Вот. Ну, я надеюсь, что в недалеком будущем ну, будет какое-то отдельное место, где можно как бы следить за всем этим дерьмом. Ну, ты как-то оповестишь, ребята, об этом? Ну, да, я думаю, я в Фейсбуке и ВКонтакте напишу, напишу, да. Ты так сказал следить за этим дерьмом, знаешь, как переводили переводчики в 90-е кассеты? Следить за этим дерьмом, да? Да-да. Окей. Хорошо. Мне вот понравился другой следующий вопрос. Это прям, он такой немножко стебный, но в общем мне он нравится тоже от Смоки, Смоки у нас лидирует по количеству интересных вопросов. К вам явился бог цифровой живописи и приказал за неделю нарисовать лучшие из ваших работ. Добавив, что если она ему не понравится, то вы никогда больше не сможете рисовать. Что вы нарисуете? Я бы обосрался сразу. Блин, это ситуация тяжелая вообще. Я думаю, я бы нарисовал монаха с палкой, потому что это преобладающие вообще. Это моя зона комфортов. У меня больше монахов с палкой вот таких, чем чего-либо вообще в принципе, наверное. Ну, вот это я бы и нарисовал. Потому что там очень все легко. Делаешь вот такие плечи, делаешь капюшон. капюшоны это всегда по дефолту круто вообще. Ну да, лицо рисовать не надо, черное просто. Просто там налепил. Даже если там есть лицо под капюшоном, оно круче смотрится. Да, там просто надо показать вот черное зияющее дырище и вот здесь нос и там скулы немного и глаза светятся. И все, это лучшая работа. Гениально. А как сделать потрясающий арт за две минуты практически? Вот так. Вот что же сказали. То есть вот так за две минуты. Это было за три секунды. Это самый потрясающий арт. А представляешь за две минуты что можно там салорить а вообще будет бомба. Да, за две минуты. Как сделать за две минуты? Блин, ну я не знаю. Наверное никак. Но это невозможно. Хорошо, Влад. Печаль. повторяются вопросики некоторые. Да. Так. Джорн, прошу. Тебя просят рассказать о впечатлениях о mentorship на LearnSquade. Хороший вопрос. Ну, скажем так. если тысяча долларов для вас не деньги, то можно себе как бы позволить. Вот. Потому что можно как бы там там у них есть несколько вариантов. У них есть как бы опция за тысячу долларов. Это как бы full mentorship. Это когда ты получаешь фидбэк. и у них есть вариант за 200 долларов. Это когда у тебя есть доступ ко всем как бы демо и у тебя есть записи всех предыдущих mentorship. Вот. И я бы выбрал вариант подешевле. Потому что все вопросы, которые вы хотели задать, уже кто-то задал. И ну не знаю. Просто мне кажется соотношение цена-качество. То есть ну не то чтобы я вообще оттуда ничего не почерпнул. То есть да было интересно. Было много клевых штук. Но касательно вот фидбэка по работе твоей каких-то оверпейнтов к сожалению было не очень много. Вот. Хотелось бы чуть-чуть побольше. Вот. То есть я бы сказал так. В принципе неплохо. Хорошо. Особенно если человек как бы ну возможно просто это потому что ну я как бы довольно давно уже варюсь в этой теме и много из того что я как бы там слышал я уже знал. вот вот если человек как бы только начинает там заниматься ему это все интересно там просто кладезь информации очень полезной и очень важной я считаю вот то есть я бы просто остановился на более дешевом варианте и да да примерно вот так спасибо там можно следующее задавать вопрос так следующий вопрос тот который я выбрал это Джорнг в начале своего усердного обучения в рисовании как много раз тебе приходилось перерисовывать одно и то же чтобы добиться желаемого результата о да мне и сейчас приходится это делать ну то есть ну не стоит даже думать о том что когда-то у тебя все будет получаться с первого раза то есть практически там практически каждая картинка которая там наверное из под любого художника выходит в 90% случаев это как бы результат какого-то поиска то есть ну не стоит думать что вот что придет время когда ты с первого раза сразу будешь просто топить нереально круто вот ну просто когда ты копнешь чуть-чуть глубже всегда получится наверное чуть более интереснее как правило вот то есть не стоит даже я думаю как бы заморачиваться об этом надо просто получать удовольствие и пробовать 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 ну тут конечно тоже меру надо знать потому что можно пробовать там не знаю целый месяц короче над одним персонажем копеть то есть должны быть какие-то пределы рамки разумного что ли и поэтому поэтому я считаю что вот перерисовывать там править как бы это вообще святое это всегда надо делать и как бы иногда это бывает сложно потому что ты уже как бы точку поставил да ты уже считаешь что ты там сделал все как бы все нормально да а потом кто-то говорит тебя вот знаешь если ты сделал здесь вот так было бы намного лучше и ты так слушаешь и думаешь да было бы лучше и тогда наверное стоит как бы взять и попробовать чуть-чуть как бы еще уделить немного времени и еще поработать и посмотреть что в итоге получится и вполне возможно что вы себя этим удивите вот я шикарно так вот ты просто мои фразы отбираешь как же мои учки вот щита поделать это твоя фраза хорошо это да это моя конечно вот все говорят нужно находить друзей художников в кавычках среди куртанов общаться и так далее как же с ними общаться если полдня они рисуют остальные полдня их задалбливают новички пишет аргумент ну я не знаю я всем отвечаю если там мне например кто-то там попросит что-то прокомментировать или помочь я стараюсь как-то помочь вот ну вообще я я считаю как бы ну не надо не надо вот это как бы понятие крутанов ну я я считаю что нет такого как круто ну я считаю что каждый человек как бы то ли он начинает то ли он там уже не знаю собаку съел в этом деле с любым человеком может быть интересно общаться даже если знания там в арте у него довольно-таки посредственные то есть просто не надо пытаться стать друзьями с крутанами вам вам я думаю что надо искать людей которые учатся и которые смогут вас поддержать и вы сможете им что-то дать и они вам и просто как бы вот ехать в одном автобусе с ребятами и заниматься этим делом ну знакомство с крутаном ну оно на самом деле ну на самом деле это хорошо пообщаться с человеком у которого больше в этом опыте и я общался с многими например там крутанами так такого довольно как бы довольно известными там в индустрии людьми например я в берлине был я с маркой общался с маркой джорджевичем знаете его личный да по работам по работам я плохо с именами поэтому я не буду врать корректирования ну в общем просто они на самом деле обычные люди все как бы все крутаны ну есть может там парочка каких-то таких говнюков которые считают что они чем-то лучше других или что-то такое вот мне просто интересно общаться с людьми и находить друзей где ну сейчас как бы возможностей куча куча форумов куча всяких пабликов там вконтакте в фейсбуке группы и так далее вот просто надо как-то ну вариться в этой теме и друзья они как бы сами начнут появляться рано или поздно вот да вот вам ответ очень интересно иногда а да главное постить свои работы вот потому что если вы например пишите человеку привет чё там подскажи там что-то и так далее и ну первое что ты делаешь там сразу скроллишь его страницу и ну хочешь посмотреть ну чем этот человек живет что он делает а работ ты не видишь то есть ты видишь там какие-то репосты там дни рождения там репосты других картинок и репосты каких-то новостей но но работ вообще ноль то есть их нет и ты просто не знаешь о чём с этим человеком говорить потому что он с тобой как бы неискренен на самом деле ну то есть вот это показывай свои работы в кругу художников это какое-то понятие искренности то есть все знают чем ты занимаешься все знают чем ты дышишь чем ты живешь и так далее то есть ну надо чтобы чтобы начать этот диалог как бы с человеком который этим же занимается ну надо чтобы у тебя было как бы что ему сказать в плане своих работ мне кажется вот так это такой как будто клуб то есть ты должен продемонстрировать что ты член этого клуба чтобы тебя не то что член этого клуба знаешь а это как бы ну это как вот представь себе выставка кошек да как бы и все с кошками и тут ты приходишь такой ну у тебя кота нет короче и ты говоришь да у меня такой кот вообще просто там весь весь чесаный короче ну офигенный кот но но никто этого кота не видит как бы и о чем эти люди будут с тобой говорить если они все вообще поехавшие на этих котах они друг другу этих котов приносят домой показывают там вши у них выискивают там не знаю в жопу целуют а ты без кота пришел ну я не знаю как пример нормальный или нет да нет вполне я понимаю это не то что бежливость в общем про кошечек ты классно все рассказывал поэтому не буду да тебе вангуют что у тебя завтра личка взорвется да ну я завтра на работе и отпуск у меня уже кончился так что просто ребята да ставят ставки как быстро ты им будешь отвечать в личке если вдруг у тебя личка взорвется ну если если прям взорвется ну тоже как бы ну тоже тоже не могу же я все свободное время поосвещать этим этим делам ну если прям все станет плохо то значит все стало плохо если они отвечают мне кажется про плохо нужно дерзкого носка задать вопрос да дерзкого носка ну задавай дерзкий носок спрашивает был ли тлен в твоей жизни и когда сидишь и просто понимаешь что это ничтожество как ты преодолевал депрессняк вся моя жизнь тлен я вообще если честно не понимаю что последние пятнадцать лет происходит тлен тлен кстати мне очень помог с тленом Энтони Джонс за что ему большое спасибо я у него спрашивал про тлен вот я ну как бы пришла там моя очередь короче спрашивает да и я начал ныть ныть вообще начал говорю все плохо вообще ничего не получается все говно я говно вот а он мне говорит чувак не парься не парься об этом дерьме вообще потому что там сравнивать себя с кем-то это вообще очень плохая затея на самом деле еще хуже это пытаться кем-то стать другим то есть не знаю стать например там Весли Бертом или стать там Валентином Дымченко например или или что-то такое ну потому что ты никогда не станешь другим человеком ты всегда будешь плохой версией Валентина Дымченко вот поэтому надо как бы меньше сравнивать но все-таки понимать что конкуренция она как бы присутствует то есть конкурировать но но не сравнивать вот и просто надо стремиться к цели быть лучшим собой которым ты можешь стать а для этого надо работать и ты определяешь как бы тот момент когда ты все зафейлил то есть вот в тот момент когда ты остановился и забил на все на все это дело ты как бы сдулся уже все а до тех пор пока ты работаешь рисуешь занимаешься учишься ты становишься лучше то есть каждый день это как бы один маленький шаг ближе к твоей цели и пока ты это делаешь тебе вообще не стоит ни о чем париться потому что ты двигаешься вперед вот то есть тлен тленом но надо себе напоминать просто ну блин я же делаю как бы я стараюсь я занимаюсь я работаю и рано или поздно ты ты по-любому станешь лучше потому что это то как мы устроены вот я например сейчас я придумаю я например не могу там пробежать не знаю 5 километров я умру уже на втором потому что я курю много и сижу вообще целый день а человек который занимается он бегает он не для него 5 километров вообще не вопрос то есть мы то что мы делаем чем больше ты этим занимаешься тем лучше это у тебя будет получаться и тлен да там можно чуть-чуть депресснуть вот так приуныть немножечко но просто надо себя одернуть и и меньше себя жалеть ну я считаю вот так надо жалеть себя рисуя то есть жалеешь себя говоришь там все так плохо у меня вообще все так круто рисуют а я такой короче неудачник вообще ничего у меня не получается но в это время надо как бы немножечко рисовать пока ты себе все это говоришь и оставаться просто как бы в этом котле отличный ответ мне очень понравилось да спасибо так рафаэль спрашивает как начинается я надеюсь что это художник а не черепашка ниндзя как твой день начинаешь без стадиков как разминка или сразу ищешь идею и начинаешь уже ее добивать как начинается мой день да я тут больше вопрос про то что начинаешь со скетчей разминок либо сразу пилишь какую-нибудь великую замечательную работу или идею ну вообще я как бы работаю инхаус поэтому мой день он как бы начинается с того что я прихожу и иду с Евгением Постебайло курить отлично ты уже упомянул Валика и Постебайло это традиция просто Валика вообще вытянуть тяжело потому что с ним все тяжело он тяжелый человек прямого переносного смысла да? что что? прямого переносного смысла не ну потому что если с ним идешь курить то он должен отвлечься вообще еще 10 раз по дороге ну как бы с Жакой просто все проще ну на самом деле если у меня есть допустим задача например тот же дизайн персонажа вот я делаю все примерно так как я рассказывал в том маленьком докладе который я вот недавно говорил вот эти все всю эту дичь то есть сначала то есть вот допустим у меня там новая задача сделать офигенного рыцаря там вот какого-то тевтонского или что-то того то есть мне надо провести ресерч посмотреть кто вообще эти тевтонские рыцари что они как они живут как они едят как они вот это все поискать какие-то рефы и потом да потом я делаю пару-тройку скетчей и приходит арт-директор говорит что все плохо и я делаю еще пару-тройку скетчей вот он говорит что все еще хуже стало и потом я иду домой и ну и вообще короче когда он говорит что все неплохо уже как бы можно это дело финализировать тогда я просто начинаю все это красить делать там разверточку допустим со спины если этот персонаж идет в моделинг и на этом как бы потом все по кругу идет хорошо не на самом деле ты просто сейчас так сказал что пришел арт-директор сказал что все плохо пришел сказал что еще все хуже я иду домой потом надо было добавить и плачу там не знаю я сказал реву нет на самом деле все плохо бывает чаще чем все хорошо все плохо это вообще постоянный атрибут как бы работы в студии наверное веселая у тебя жизнь конечно конечно тащи слез и все плохо да просто да ох мы не говорили сегодня про 3d вообще в принципе и мало затронули фотобаш ты говорила что башишь но можешь поподробнее об этом рассказать кстати 3d про 3d тоже можно рассказать да нужно ага ну значит первый опыт вообще такой 3d это когда к нам джама приехал он нам устроил просто адские выходные он приехал к нам с воркшопом в студию и делал нам мастер-класс вообще нас прогнал по всему софту мы там делали презентацию и все такое и это был мой первый такой как бы опыт 3d это было то ли весной то ли когда в общем не помню уже но а я в 3d в принципе вообще не работаю но насчет баша да я использую его на работе и ну мне кажется пока довольно таки успешно то есть особенно если надо делать что-то в довольно таким реалистичном сеттинге например там ну как какой-то модерн ворфер например короче вот или там или там или там что-то довольно таки исторически достоверное и реалистичное то в принципе я тогда скорее буду башить чем рисовать с нуля но если это фэнтези и там присутствует какая-то эм толика стилизации что ли то я тогда возьму и все нарисую вот благо есть возможность круто это миштяк есть надо я нарисую да прекрасно прекрасно да продолжай пожалуйста что ты хотел сказать я хотела еще вопрос задавать я знаю там просто ну задавая потом конечно тебя спрашивают про карьеру выбор такой карьеры или творчество ну так если по чесноку я бы хотел я бы хотел очутиться в такой состоянии в таком как бы положении когда мне вообще никто не говорит что мне и как делать и я могу делать любое вообще дерьмо которое захочу и при этом я буду себя финансово чувствовать довольно таки уверен то есть карьера ну это хорошо это замечательно то есть мне нравится заниматься проектами и так далее но в конце то концов я бы хотел как-то жить из тех штук которые как бы мои то есть потому что когда ты на работе ты там потому что во первых потому что тебе платят а во вторых потому что тебе интересно и ты работаешь с интересными людьми вот просто если тебе не будут платить тебя там не будет вот ты будешь где-то в другом месте вот то есть карьера это замечательно но я все-таки считаю что как бы какой-то лично личное путешествие там как художника оно для меня чуть более важное чем чем карьера вот поэтому я ну я стараюсь как бы после работы заниматься еще какими-то своими вещами я на самом деле нашел в этом очень-очень хороший баланс потому что ну когда ты на работе там по-любому присутствует стресс и не все решения от тебя зависят и не со всеми решениями ты можешь быть ок и то есть заниматься каким-то своим проектом и делать что-то дома для меня это очень как бы это как своего рода перезагрузка что ли то есть я прихожу домой и я компенсирую тот стресс который я получаю на работе там просто расслабляясь и рисую там свое дерьмо и никто мне не говорит как мне рисовать и что мне рисовать я просто как бы сам по своей теме угораю вот хорошо я думаю все да ты ответил на вопрос а там там еще что-то было я просто нет это был просто вопрос выбор такой между карьерой и творчеством окей окейшки там просто я хотел дополнить то что сказал дело в том что в личку прислал уточнение что из серии пробовал ли ты 3d для environment потому что environment у тебя почти нет вот экспериментировал ли ты с этим да я я чуть-чуть пробовал делать environment в 3d в принципе ну довольно таки интересный инструмент вот у меня просто не хватает времени там как-то посидеть в нем нормально разобраться знаешь потому что все-таки инструмент довольно таки сложный для моего уровня как бы я вообще довольно таки человек несмышленый как-то вот так если сказать то есть мне мне вообще трудно привыкнуть к новому инструменту то есть каждый раз когда там где-то меняется интерфейс например или что-то меняется у меня вообще происходит очень-очень лютый батхерт я вообще выхожу сразу на орбиту и к новым инструментом мне трудно привыкать то есть я не мне нужно много времени вот но в своих как бы личных работах я бы 3d не использовал потому что я все-таки хочу больше рисовать чем чем тягать там всякие анхары типа и и так далее заниматься такими какими-то вещами консерватор консервочка и раньше говорил да так а тут еще понаписали смотри ничего себе спрашивать что делать если рисуешь как дерьмо больше рисовать не рисуй как дерьмо надо 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 топить вообще надо надо себе сделать график я короче как-то слушал тоже такое интервью как бы с брэдом ригни и он там запиливал и историю рассказывал про свой графики у него был офигенный график вообще вот он говорил проснулся душ рисуешь вот это как бы весь график вообще он там еще добавил короче хочешь поиграть в игру рисуй в игру рису игру которую ты хочешь поиграть хочешь там с девушкой короче погулять ну нахер это дерьмо рисуй девушку с которой ты хочешь гулять вот я сейчас его так процитировал правда но мне мне это очень понравилось вот то есть нам надо душить вообще каждый день а ты не думаешь что все таки самодеструктивно что что ты не думаешь что это мнение самодеструктивно да да но но художником прям без личной жизни без всего тут надо понимать что это какой-то определенный период твоего времени я не говорю что надо всю жизнь так прожить потому что это ужасное существование на самом деле ну помимо арта в жизни есть еще куча вообще интересных вещей которыми можно заниматься и которые можно покупать и это просто какой-то отрезок твоей жизни то есть например ты делал это там два года три и потом ты уже как бы нормально себя чувствуешь у тебя хорошие портфолио ты можешь зарабатывать деньги и все ты можешь получить жизнь обратно как бы гулять с девушкой заниматься другими вещами просто какое-то время надо просто сжать булки и пропушить и как бы вот это все окешки хорошо так вот я заметил что достаточно много успел отрисовать из концепта интересно бывает ли тебя так что тебе концепт нравится настолько что ты хочешь сделать иллюстрацию вообще но мне вообще ничего не нравится ну в плане в плане ну я довольно таки критичный к себе человек то есть я всегда вижу много косяков но да и на конечно иногда бывает что там смотришь блин ну реально вроде неплохой персонаж до интересный то есть есть ним что-то и потом можно забомбить и иллюстрации ну я вполне бывает у меня просто и чаще всего я как бы сразу подхожу к этому там с таким с таким ну то есть если я делаю иллюстрации то я делаю иллюстрацию да если я делаю концепт то это концепт ну и он может потом быть использован в иллюстрации вот но так что мне прям что-то очень нравилось но такое редко бывает практически никогда то есть обычно там обычно нравится все там на этапе скетча ты там скетчишь смотришь блин так круто получается вообще-то будет лучшая моя работа короче и потом чем дальше ты начинаешь это все рендерить там решать ты понимаешь что здесь у тебя знаний нет понимаешь что здесь там что-то поплыло короче и думаешь все короче на самом деле не так уж и хорошо вот ну потому что что такое скетч это довольно таки абстрактная такая штука то есть там есть абстрактные шейпы какие-то и в чем штука скетча это в том что мозг он сам додумывает то чего там еще нет вот то есть как-то и идеализирует уже вот это вот все и а когда ты начинаешь вот как бы уже это все доводить у тебя просто не хватает знаний там я тоже спрашивал об этом кстати у антони джонса и он мне хороший пример показывал то есть например ты там наскетчил офигенное дерево да вот офигенное короче очень клевое дерево вот то есть как абстрактный шейп она выглядит офигенно допустим там в каком-то в каком-то environment там и все такое и ты смотришь слушай крутой скетч и ты начинаешь там как бы ну думаешь теперь надо сделать как бы красивую иллюстрации ты начинаешь там какую-то дичь уже пороть короче и и потом смотришь там выключаешь этот слой короче включаешь его и смотришь блин хуже все стало как бы это потому что нет знаний для реализации как бы тех вещей которые ты там в этих абстрактных каких-то пятнах задумал поэтому я считаю что довольно таки неплохая практика возможно больше работать там в лайне чем чем в пятнах потому что пятна они абстрактные и ими как бы легче делать что-то красивое на начальных этапах но когда ты работаешь лайнах то это как бы чистый дизайн то есть ты там не можешь начать что-то силуэтно абстрактно вырисовывать тебе надо думать тебе надо линии там эти все короче делать и все такое вот примерно так круто да а я просто напомню что к сожалению осталось всего немного времени провели 10 минут так что мы постепенно закругляемся и если у ребят есть какие-то вопросы которые остались без ответа и вы хотите чтобы мы их задали то пожалуйста поторопитесь не проигрывается проигры давай проигры оставай лишь варди спрашивают какие игры играешь великий художник художники такой себе а игры ну я вообще лютый фанат серии souls еще с первого demon souls а я вообще очень очень дико угорел вот из недавнего что я играл это валентин демченко меня с ведьмаком познакомил лично да прям вообще вот прям принес мне диск и сказал играй я поиграл ведьмака очень мне очень понравилось вообще просто работу они там проделали колоссальную я я просто завалил короче с того насколько целостный мир они создали насколько там офигенно вообще передается ощущение вот этой восточной европейской как бы такой такой русской души знаю что все там родное такое знаешь прям как в деревне где-то поехал в области или что-то типа того в общем мне мне очень понравился ведьмак вот ну сейчас и сейчас я игры практически не играю но на очереди у меня там есть пара игр на очереди я очень хочу поиграть вот наконец-то уже выйдет the last guardian по ходу давно вообще жду эту игру и что там еще выходит хорошего осень осенью много хороших игры выходит лет в конце лета еще выходит the sex human revolution вполне возможно что его я поиграю выходит ремейк more utopia тоже хочу поиграть ну в данный момент так в принципе ничего не играю хорошо тут кстати олег шаховцов он тебе очень передавал привет очень хотел бы вот его озвучить что он тебе привет передает в общем мы тоже можно спасибо олег хорошо так у нас у нас осталось 10 минут и поэтому еще остались как считаешь должен ли сейчас считаешь ли ты должным чтобы си джи артист тоже должен уделять время и традишки и более широко развиваться или лучше не копаться в этом дерьме долбить союзкий профиль это ну ну вообще я очень хочу как бы заняться традишкой какой-то считаю ли я что это нужно я я думаю что ну этот человек сам должен для себя определять что ему интересно вот то есть ну я просто мне кажется что надо делать то что тебе интересно если тебе это не интересно то в чем как бы смысл вообще зачем этим заниматься это делать какое-то сверхусилие там заставлять себя заниматься какими-то вещами которые тебе неприятны и не интересны и так далее то есть ну как бы это у себя надо спросить я я например очень хочу позаниматься традишкой я некоторое время там пробовал маслом писать значит но я это дело все забросил потому что для меня это было очень затратно по времени потому что пока я разведусь пока я это все смешаю пока там кисти помыл пока это все то есть все намного сложнее ну потому что у меня еще опыта нет в этом деле чем просто вот сесть включить photoshop и иначе что-то там возюкать вот а так я бы например очень хотел заниматься если у тебя есть желание почему нет если у тебя если ты хочешь топить просто в сиджи то чуть-чуть тут еще как бы спрашивать я я думаю сейчас в индустрии не обязательно тебе уметь там рисовать алуприму маслом там портрет или что-то такое что что нормально себя чувствовать там и решать задачу я думаю мы сейчас дадим еще буквально один вопрос после этого перейдем к нашим таком стандартном до финальном вопрос от ильи зададим я думаю до 1 2 ну смотря как будет на самом деле играть илья спрашивает много ли работ отправляется в мусорку или остаются недоделанными было бы неплохо уточнить ну насчет того где это на работе происходит или дома если я просто скажу и там и там дома до много на самом деле очень много то есть бывает там как бы кучу скетчей уходит в мусорку иногда бывает вроде бы скетч неплохой да но просто на каком-то этапе вообще застрял просто и не знаешь куда двигаться вот из-за того что там опыта нет или или нет необходимых знаний чтоб все это зафиналить или что-то такое вот но при этом очень очень хорошо очень здраво задавать себе вопросы вообще постоянно задавать спрашивать себя почему почему это дерьмо пошло в мусорку почему я не смог это решить где вообще прокол там у кого-то спросить там у братью не своего спроси как бы но одна голова хорошо а две еще лучше то есть спрашивать себя почему так получилось и пытаться найти ответы на эти вопросы пытаться найти слабости и там ликвидировать эти слабости посредством какого-то стадии там возможно потом вернуться к этому и так далее да куча всего всегда уходит мусорку на работе выходит мусорку еще больше чем чем дома потому что все таки ты арт-директор это два разные два разных человека как бы и вы можете не всегда друг друга понимать и бывает такое что то на чем-то работу там неделю потом никуда в итоге не идет это абсолютно нормально потому что в этом процессе мне кажется очень важно знать именно в концепт-арте именно там в дизайне возможно окружающей среды и особенно персонажи это это важнее наверное знать что нам не нужно чем знать что нам нужно просто как бы методом исключения происходит то есть есть там пять скетчей и смотрят и говорят вот это нам не нужно вот это не нужно а вот это уже ближе давайте двигаться в этом направлении вот то есть это это даже хорошо когда вещи идут в мусорку потому что если ты считаешь что каждая твоя работа революционная и вообще прекрасно то скорее всего у тебя проблемы наверное окешки отличный ответ какие бы ну ты конечно сегодня весь стрим во первых у нас была сегодня лекция во вторых столько много советов во время стриме дал но коротко выжимка такая возможно практически на основе своего опыта совет наставления для начинающих художников вообще художников чтобы ты им посоветовал какой-то главная мысль возможны одном предложении я бы я бы посоветовал не сравнивать себя с другими художниками вообще не пытаться стать кем-то другим вот и найти найти братью как бы найти ту среду в которой ты себя будешь офигенно чувствовать и найти друзей с которыми тебе будет интересно об этом говорить и и заниматься вот этими всеми вещами вот потому что я как-то писал у себя в блоге вообще такой такой пост он на английском назывался study sickness то есть нет он называется тикающий будильничек ticking clock я там говорил про study sickness то есть у тебя бывает что ты там заряжен весь да у тебя там inspiration вот сейчас я буду топить вообще я начинаю там стадить короче я начинаю все учить типа и в какой-то момент ты просто перегораешь и возвращаешься к прокрастинации возвращаешься как к обычному к обычной жизни которой ты до этого жил там не знаю там крутишь просто youtube каждый день нифига не делаешь и это происходит скорее всего потому что тебе не было весело и тебе возможно не было с кем этим поделиться самое главное вообще считаю это надо надо всегда чтобы тебе было весело надо как бы топить вообще и получать от этого удовольствие то есть заниматься интересными штуками вы рисовать там не только стади и ждать что ты там станешь офигенно рисовать а просто получать фан от того что ты делаешь то есть там не знаю начать там строить какой-то свой маленький мир там или или там сервию персонажей сделать или сделать серию каких-то там карточек или чё-то такого просто просто короче кайфовать вот вот чтобы я посоветовал не надо там смотреть на других людей не надо там пытаться короче стать лучшим художником что там не не произойдет просто получать удовольствие от того чем ты занимаешься прекрасно ответ я думаю что сейчас будет финальный вопрос до финальный вопрос собственно в какой из выдуманных миров вселенных ты бы хотел попасть и почему с учетом что у тебя будет только билет в один конец тут который я делаю т.е. несмотря на все его в общем то мрачность и отсутствие счастливых концов да потому что там плохо все это ты бы хотел попасть в этот мир потому что там все плохо нет не потому что нам все плохо потому что это как бы это в нем в нем все что мне нравится в нем в нем все что мне все, что мне дорого, можно так сказать, то, что мне интересно, вот, так я себе это представляю. А тогда такой вопрос, ты бы был там как одним из героев, или это был бы такой наблюдатель со стороны, или это был бы обычный смертный, знаешь, проходной такой персонаж, то есть как ты это видишь, представляешь себе в этом плане? Я вообще хочу быть обычным, обычным самым обычным человеком, которого просто забросило в этот мир, он просто не понимает вообще, где он находится, и что сейчас происходит, и какие здесь расклады, типа того, то есть просто обычным человеком, который оказался в ситуации, которую он абсолютно не контролирует вообще, и он находится в замешательстве, вот. Да, примерно вот так. Мы благодарим тебя за стрим, очень хороший, познавательный, насыщенный. Да. Большое спасибо вам, что пригласили, и спасибо всем ребятам, которые пришли, я на самом деле очень это ценю, большое вам спасибо, вот, и надеюсь еще увидимся. Да, взаимно, спасибо ребят, что были сегодня с нами, спасибо тебе, что пришел, что согласился на стрим. Думаю, мы встретимся с вами уже совсем скоро, со всеми слушателями и так далее. Ну и в гостях у нас был прекрасный Игорь Пастернак, немножко печальный, немножко пессивист, но тем не менее замечательный художник. Ну и ваши постоянные ведущие, Алиса Тухусандинова, Алексей Мельников, так что всем до встречи, всем пока. Спасибо, ребятам. Пока.